МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа «Чрезвычайная ситуация» продолжает эфир телеканала Беларусь-4 Гомель. Нелегальный оборот оружия в центре нашего внимания сегодня. Под прицелом так можно фигурально еще и обозначить тему выпуска этой программы. Оружие, окутанное аурой криминала, в последнее время редкость. Но порой попадаются экземпляры, которые засветились в самых тяжких уголовных делах. Об этом мы поговорим в первом сюжете нашей программы. В архивах Управления Следственного комитета по Гомельской области за последние пять лет наберется немало уголовных дел, в которых фигурировало бы хранение, использование или сбыт незаконных боеприпасов и оружия. Криминала в наши дни немного, но порой случаются вещи, заставляющие ужаснуться. В марте 2016 года в органы внутренних дел обратилась жительница города Гомеля с заявлением о том, что пропал ее супруг, который занимался услугами такси. Спустя несколько дней мужчину, которого стала разыскивать жена, правоохранители нашли в лесном массиве мертвым с пулевым отверстием в затылке. Это был акт вооруженного разбойного нападения. Оружие представляло собой переделанный сигнальный револьвер по внешнему виду, напоминающий револьвер системы ногам. Переделан он был путем внесения конструктивных изменений в ствол. И, помимо прочего, к нему были изготовлены боеприпасы. Нападение на гомельского таксиста спланировал житель Российской Федерации, у которого в деревне Сосновка Гомельского района проживает семья, жена и двое малолетних детей. По данным следствия, мужчина долго вынашивал идею, прорабатывал детали, продумывал схемы отхода и сокрытия улик. Он по роду своей деятельности был водитель, водитель-международник, занимался грузоперевозками. И с его слов, это оружие ему было необходимо для самозащиты, поскольку в дороге возникали различные ситуации, конфликтные, криминальные ситуации. В итоге от защиты дальнобойщик перешел к нападению. Острые финансовые проблемы заставили его пойти на крайность. Впоследствии даже близкие люди были шокированы его ужасным поступком. Начиналось это на территории города Гомеля, где он пришел на стоянку такси возле одной из гостиниц. И под предлогом того, что ему необходимо попасть домой, нанял этого потерпевшего для доставки. Когда они выехали за город, места достаточно безлюдные, убедившись в том, что за его действиями никто не наблюдает, находясь на сидении сзади, произвел выстрел в затылок потерпевшему. Преступник завладел суммой, равной 150 долларам США, ювелирными украшениями, набором инструментов, планшетом, телефоном и автомобилем жертвы. В дальнейшем труп потерпевшего отнес, оттащил в лесной массив, где замаскировал ветками и фрагментами деревья. А на машине попытался уехать, ну так скажем, по независимым от него обстоятельствам, вынужден был ее оставить в лесу. На заседании Гомельского областного суда убийца был приговорен к 22 годам лишения свободы. Его действия были квалифицированы сразу по трем статьям Уголовного кодекса. В том числе это и незаконный оборот оружия и боеприпасов, это и убийство сопряженное с разбоем, это и разбой, совершенный в особо крупном размере. Сегодня оружие и боеприпасы, которые в результате оперативной работы попадают в руки правоохранителям, в основном относятся к периоду 20 века и чаще всего представляют собой экземпляры Великой Отечественной войны. О том, какие образцы винтовок, ружей, пистолетов, наганов и автоматов приходят на экспертизу, а также какие тайны об оружии доступны только баллисту, наш следующий материал. Ежегодно правоохранительные органы Беларуси из нелегального оборота изымают сотни единиц огнестрельного оружия. В значительной мере разоружать население помогает комплекс профилактических мероприятий «Арсенал». Эта акция – возможность сдать незарегистрированное оружие законно и при этом избежать уголовной ответственности. За пять месяцев текущего года выведено около ста единиц оружия, изъятое из нелегального оборота. Чаще всего мы получаем информацию от населения, у лицов склонных к хранению незарегистрированного оружия. Оружие и боеприпасы, которые попали в поле зрения милиции, отправляются на экспертизу. Здесь ими занимаются баллисты, эксперты, которые определяют состояние и годность поступивших экземпляров. И, конечно же, проводят ряд других важных в рамках следствия экспертиз. За 16-й год криминальное оружие, конечно же, было, но это не какие-то бандитские формирования, не какие-то там группировки и не то оружие, которое использовали для убийства людей. А это просто оружие, которое кто-то где-то припрятал, но вот настал момент, что его либо нашли, либо человек его добровольно выдал. Основная часть оружия, которая сегодня пылится на столах у экспертов, это винтовки, карабины и револьверы периода войны. Причем не всегда в Великой Отечественной. Нередко специалистам управления комитета госэкспертиз приходится работать с экземплярами и постарше. Карабин «Ленфилд» образца 1896 года. Калибр 77 мм. Мы видим, что он комплектен. Все его части в целом на месте. Имеются соответствующие маркировки. В таком состоянии за последние 15 лет такой карабин там не поступал. Этот карабин был найден жителям Калинковичей во время ремонта на чердаке старого жилого дома. Там же был обнаружен еще один фрагмент редкого зарубежного оружия. Это французский карабин «Бертье» модели 1907-15 года. Интересен он тем, что на нашей земле таких карабинов изымалось достаточно мало, потому что военные действия в основном у нас проходили. Это Вторая мировая война, после чего, конечно же, у нас изымалось либо немецкое оружие, либо наше российское времен СССР. Французские, английские винтовки – это и карабины, это большая редкость в нашей земле. Поэтому интересен он тем, что сохранились все гравировки, интересен тем, что все его части подвижны. И, в принципе, при наличии бы остальных частей, он бы был однозначно пригоден для производства выстрелов. Винтовки, мосина, наганы, гранаты, снаряды и патроны к огнестрельному оружию в военной эпохе экспертам приходится исследовать чаще всего. По количеству поступающих в работу материалов не уступают только охотничьи ружья, карабины и обрезы. В загашниках у браконьеров всегда найдется незарегистрированное оружие. Ведь тайная охота – дело прибыльное. Охота – это дорогостоящее мероприятие. Это надо зарегистрироваться, надо платить взносы, надо путевку купить, должен быть егерь. То есть это определенные есть условия и правила охоты. Они прописаны в своде законов. Браконьеры, они этим не пользуются. Они путевки не покупают и егеры для провожжения своих вот этих вот акций не берут. То есть все, что он добыл, это если лось там будет 500-800 килограмм весить, вот это фактически их приработок. Нередко мясо диких зверей из-за приносимых ими болезней опасно употреблять в пищу. Но браконьеры с радостью продают его деревенским жителям, а те с удовольствием покупают. Почти у каждого второго нелегального охотника дома стоит по несколько морозильников с мясом. Но орудия убийства при этом браконьеры предпочитают держать вдали от места жительства, как правило, в лесу. За право считаться самым оригинальным хранилищем ружья легко может побороться тайник, который инспекторы охраны животного и растительного мира обнаружили в начале июля в Березинском районе и подалеку от деревни Дмитровичи. Он находился внутри старого дуба. Сердцевина дерева прогнила, и в образовавшуюся полость дерева браконьеры спрятали два голкоствольных охотничьих ружья и два патронтажа с 15 патронами. Тайник прикрывала узкая дверца, выпиленная бензопилой. Соответственно, она-то и привлекла внимание инспекторов. В прошлом году был примечательный случай, когда в Житковичском районе участковый инспектор милиции при отработке административного участка заметил у гражданина в доме шкуры бока выделанная. Естественно, потом при совместном незамедлительной работе с инспектором по разрешительной работе был числен выезд, санкционированный осмотр жилища и было обнаружено два незарегистрированных охотничьих гладкоствольных оружия. То есть всегда мы акцентируем внимание, допустим, участковых инспекторов милиции, которые больше всего общаются с населением, отрабатывают свои административные участки, обращать внимание на чучела в доме, может, какие-то шкуры, может, какие-то гильзы или предметы для чистки оружия. За незаконный оборот нарезного стрелкового оружия в нашей стране предусмотрена уголовная ответственность. Без ведома властей нельзя хранить в доме подобные вещи. Даже за фрагменты огнестрельного оружия против хозяина следствие вправе возбудить уголовное дело. Конечно, однозначно, в Республике Беларусь предусмотрена уголовная ответственность как за целое нарезное огнестрельное оружие, так и за его составные части. Так, например, если будет у человека найден либо затвор, либо ствольная коробка, либо отдельно ствол, который он может даже использовать просто для подпорки помидор на дачном участке, то за него тоже предусмотрена определенная ответственность. Так как в одном месте у человека будет находиться затвор, в другом ствол, в третьем ствольная коробка, из них можно будет собрать впоследствии и целое оружие. Жители нашей страны вправе владеть только гражданским оружием, которое может использоваться в целях самообороны, занятия спортом или охоты. Гражданское огнестрельное оружие должно исключать ведение стрельбы очередями и иметь емкость магазина не более 10 патронов, пули которым не должны иметь сердечники из твердых материалов. Что касается оружия, которое используется для самообороны, то к нему относят газовые пистолеты, револьверы, патроны к ним, газовые баллончики и другие аэрозольные устройства, снаряженные слезоточивым или раздражающим веществом, разрешенным к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь, а также электрошокеры и искровые разрядники, соответствующие прописанным законе нормам. Что касается голгоствольного или нарезного оружия, то для его ношения в нашей стране нужно получить специальное разрешение. Это должны быть, прежде всего, лица старше 18 лет, имеющие постоянное место жительства на территории Республики Беларусь, не имеющих медицинских противопоказаний к владельцу оружия, не привлекавшись ранее к административной ответственности, в том числе и в сфере оборота оружия, в управлении транспортным средством состояния алкогольного опьянения, не привлекавшись ранее к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений, либо преступлений по неостороженности, связанных с оружием. В Беларуси за ношение огнестрельного стрелкового оружия без разрешения за решетку можно отправиться на долгие 12 лет. Что касается штрафов, то их верхний предел составляет 230 белорусских рублей. Тема нелегального оборота оружия всегда на особом контроле спецподразделений МВД, пограничного комитета и служб госбезопасности. Это стратегическое направление работы этих подразделений. Посудите сами, наиболее громкие вооруженные разборки и тяжкие преступления всегда происходят в тех странах, население которых минимально ограничено в правах по ношению и использованию огнестрельного оружия. Да и в конце концов вопрос нелегального оборота боеприпасов напрямую затрагивает и экономические, и политические интересы любого государства. Вот почему закон в отношении таких нарушителей суров. И Беларусь не является исключением. Даже один нелегально хранящийся в доме боевой патрон повод для возбуждения уголовного дела. Но обо всем по порядку. Черные окопатели. Сегодня это люди, которые напрямую причастны к незаконному обороту оружия и боеприпасов в нашей стране. Именно на их долю по статистике приходится третья часть всех уголовных и административных дел, связанных с хранением и реализацией мин, гранат, снарядов и взрывчатых веществ. За 2016-2017 годы было возбуждено 37 уголовных дел по линии незаконного оборота оружия и боеприпасов. В основном уголовные дела возбуждались в отношении лиц так называемых черных копателей, браконьеров и реставраторов. Среди тех, кто играет по-крупному, новичков не бывает. Чтобы понимать, где бродить с металлодетектором, надо как минимум знать историю военных сражений Великой Отечественной. На взрывоопасный арсенал до сих пор богата земля Лоевского, Жлобинского, Светлогорского, Рогачевского, Добружского, Мозорского и Гомельского районов. Профессиональный копатель, он, посмотрев на местность, сразу скажет, где были какие окопы, где был блиндаж, где был закопан танк, где пушка, где ложились какие-то снаряды. И в зависимости от вот этих вот своих знаний и внутреннего чутья, он профессионально будет искать в тех местах. Вот по нашей информации иногда бывает, они между собой обсуждают, что нашел целую траншею, там еще никто не копал, блиндаж, забитый вооружением, надо ехать копать. Там снег сойдет, поедем копать. То есть и карты сами, военные карты, они достаточно дорого стоят. В интернете копатель иногда покупают даже в складчину. Черный копатель – это даже не хобби, скорее это диагноз. Начинается все с собирательства монет или фрагментов амуниции солдат советской или немецкой армии, а заканчивается реализация огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Причем нередки случаи, когда копатели подрывались на минах. В Каренковичах при выплавлении Тула из минометной мины подорвался 50-летний местный житель. Следствие сейчас проводит проверку. А в Жлобине передано в суд уголовное отдело по факту обнаружения более 300 единиц снарядов во дворе частного дома жителя райцентра. Это более 2,5 тысячи боеприпасов различного калибра, порядка 140 гранат, 40 мин, порядка 50 электродетонаторов. Это все он собирает, это все относится к именно Великой Отечественной войне. На территории домовладения Жлобинского копателя находился настоящий арсенал оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной. Со слов подозреваемого, все это было нужно ему, чтобы делать предметы декора. Однако версия правоохранителей прямо противоположная. Мужчина не только выкапывал снаряды и ручное огнестрельное оружие, но и скупал его у других любителей тихой охоты. Год от года количество преступлений, которые мы выявляем в отношении черных копателей, фактически не уменьшается. Прежде всего, сейчас с развитием средств связи, интернета, стали доступны миноискатели или металлодетекторы. Ранее это надо было иметь каких-то знакомых в военных частях, чтобы где-то какой-то списанный себе найти. Сейчас фактически без проблем его можно приобрести через интернет. И людям, которым интересна эта история, где-то нечем заняться, вот они ходят по лесам, по полям и ищут. Кто-то собирает пуговицы, кто-то собирает монеты, а кто-то целенаправленно ищет снаряды и мины с времен Отечественной войны. По протоколу весь взрывоопасный арсенал, найденный у черных копателей, уничтожается. Занимаются этим специалисты групп разминирования. Исходя из интересов национальной безопасности, все, кто причастен к незаконному вороту оружия, находятся на особом контроле. За такими людьми следят представители МВД и КГБ. Ведь опасный арсенал в любой момент может стать причиной угроз и трагедии. Закончить нашу программу хочется давно избитой, но многократно проверенной истиной. Если в первом акте пьесы на стене висит ружье, то в последнем оно непременно должно выстрелить. Это была программа «Чрезвычайная ситуация» на телеканале «Беларусь-4». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова